В начале выпуска об истории, которая вот уже несколько дней не сходит с заголовков. Сотрудник ДПС чуть не стал жертвой неадекватного водителя. Как выяснилось позже, водитель этот и сам был в праве именоваться правоохранителем. Теперь такого права у него нет. О том, чьи свидетельства стали ключевыми в деле о рамках приличия для человека с погонами на плечах, и о том, как глава регионального следственного управления Следственного комитета выполнил обещание жестко наказывать за действия порочащей честь мундира, материал Дальмиры Бирюковой. Не, ну ты извини меня, я начальник. Чего начальник? Начальник чего? Я начальник... начальник машины. Какой? Начальник машины герал армии. Какой армии? Ого-го-го-го-го-го-го-го. Неподчинение законным требованиям правоохранителей, водитель наотрез отказался показывать права, даже пытался притвориться пассажирам. Документ подъявите. Поняв, что так просто, никто уже не отпустит, да и снимают, водитель срывается с места. Организуется погоня. Дерзкого водителя пришлось буквально силой вытаскивать из автомобиля. Окруженный инспекторами и свидетелями, самопровозглашенный начальник машины покидает свой транспорт. Когда он гнал, он, во-первых, проехал на красный свет, мог совершить ДТП, а во-вторых, на пешеходную переходишь, шел мужчина с маленькой девочкой и мог сбить. Таких ездоков надо лишать пожизненно право. Мы с товарищем сидели в моей машине и два качающихся гражданина сели в Volkswagen Golf белый. Вот именно вот это. И, соответственно, вызвали экипаж ДПС, Вадим вызвал экипаж ДПС и экипаж ДПС его перехватил. Куда он поехал еще раз? Идем его. Куда он повернул с Кушкинской? Попытаюсь его у площади там выцепить. Машины гражданские, без опознавательных знаков, авторегистратор на кнопке ООН. Каждый день, а лучше ночью и особенно под выходные на улицах города дежурят пара десятков человек. Объединяет их желание очистить город от нарушителей дорожного движения. Игорь – один из участников последнего задержания дорожного контроля. На такой случай я вожу с собой перцовый баллончик у автомобиля. Если уже какая-нибудь ситуация произойдет, хоть если он и нападет на меня, то есть я в него брызну, это на какое-то время его деактивирует. Как показывает практика, очень много таких граждан управляет в таком состоянии. Просто смотришь на все это со стороны и удивляешься, сколько таких людей. И их, как показывает практика, ничего не учит. Ни наказания, которые есть, штрафы. Они лишены, и они дальше продолжают кататься. Уголовная ответственность, я думаю, здесь поможет. Ответил по полной. Освобожден от занимаемой должности и уволен из органов. Нарушитель и вправду оказался почти начальником. Следователь следственного отдела по Коминтерновскому району города Воронежа за нарушение кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих. И все благодаря широкому общественному резонансу. По анализам, кстати, у следователя все чисто. Он был впоследствии направлен в наркологический диспансер для определения степени опьянения или подозрения в наркотическом опьянении. Согласно акту, полученного в результате медосвидетельствования, наличие парофетанолов в выдыхаемом воздухе не обнаружено. Наркотическое опьянение также не установлено. Испугался камер или погони. Пока неадекватному поведению водителя нет официального объяснения. В Главном управлении МВД по Воронежской области сейчас разбираются в мерах привлечения следователя к ответственности за совершенное. По факту оказания сопротивления сотруднику полиции проводится доследственная проверка.